Сутармина считает, что статья «Таймса Спутник» открыла охоту на ведьм. Медиавойна Сутармина считает, что статья «Таймса Спутник» открыла охоту на ведьм. 18 часов 32 минуты. Знак авторского права РИА Новости, Александр Натрускин Елена Сутармина. Знак авторского права РИА Новости, Александр Натрускин Москва, 24 декабря РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, К гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутармина заявила РИА Новости, что обратится в ОБСЕ с просьбой оперативно отреагировать на ситуацию с публикацией газеты «Таймс» персональных данных журналистов. Спатнеп. Ранее «Таймс» по примеру украинского сайта «Миротворец» опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро «Спутник», сопроводив их подписью с названием должностей. В этой же статье приводится призыв депутата шотландского парламента Алекса Коул Хэмилтона к британскому правительству отобрать активы журналистов агентства. 17 часов 46 минут политик, Запад в вопросе СМИ избрал для себя уютную роль судьи в посольстве РФ в Великобритании и призвали ОБСЕ отреагировать на публикацию «Таймс». Личных данных журналистов «Спутник». Политик Николай Стариков в эфире радио «Спутник» высказал мнение, что осуждения таких публикаций европейскими структурами ожидать не стоит. От имени комиссии общественной палаты обращаемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации господину Орлему Дезиру с просьбой оперативно отреагировать на ситуацию с опубликованием фотографий журналистов и о «Спутник» и их личных персональных данных, а также с призывом наказать их за то, что они якобы ведут информационную войну, заявила суд Армина. По ее словам, ситуация похожа на натравливание на журналистов, открытие охоты на ведьм. В связи с крайне агрессивной антироссийской политикой в стране, которую постоянно целенаправленно ведет политическая элита Британии, мы опасаемся за здоровье и безопасность журналистов. Также мы направим обращение в Международную федерацию журналистов, репортерам без границ, Всемирный комитет свободной прессы и другие крупные организации СМИ с просьбой отреагировать на подобное преследование их коллег, добавила общественница. 11 часов 48 минут Симоньян о публикации списка журналистов «Спутник» в «Таймс». С 1933 годом газета «Таймс» своей статьей с поименным перечнем и фотографиями сотрудников «Спутник» фактически продолжила практику украинского сайта «Миротворец», который публикует списки журналистов, якобы представляющих угрозу для государства. Этот ресурс выкладывал в сеть личные данные представителей украинских, российских и западных СМИ, включая их адреса. Такие действия вызвали осуждение в Москве и за рубежом. В начале декабря по итогам заседания СМИ ТОБСЕ в Милане был принят документ по вопросу о безопасности журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что в принятом в рамках СМИД решении отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности. В качестве примера она привела как раз сайт «Миротворец», на котором опубликованы персональные данные журналистов целого ряда государств ОБСЕ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...